Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас с Вадимом Родионовым для вас есть интересная тема. Наверное, каждый из нас, или многие, наверное, за каждого не скажу, испытывал или бывал в следующей ситуации. Ты смотришь фильм, где герой попадает в какое-то очень неловкое положение, или себя странно ведёт, или кто-то из твоих знакомых в компанию пойдёт в себя так, что вдруг начинаешь испытывать острый стыд за него, тебе неловко, тебе хочется спрятать глаза, тебе хочется выйти из комнаты, тебе хочется не видеть и не слышать то, что происходит. То есть, ты чувствуешь стыд, но чувствуешь стыд не за себя, а за того парня. Да. Или не парня, в зависимости от того. И это знакомое ощущение, я думаю, у меня так точно оно знакомо, иногда оно встречалось в жизни. И только недавно я узнал, что у этого явления есть название. Испанский стыд. Да, это не просто стыд, это испанский стыд. Естественно, я заинтересовался, откуда такая терминология. И нашёл аж два варианта. Один вариант, что это действительно изначально было выражение в испанском языке «вергенза ахена» – «стыд за другого». И, наверное, это неудивительно, что испанцы, как мы знаем, из книг, из истории отличались обострённым чувством чести. Это была, так называемая, культура чести и очень-очень большая чувствительность к вопросам чести, не только у дворянства, а у простолюдинов тоже. Ну и плюс темперамент. Ну, само собой. И этот термин перекочевал в английский язык сначала, так называемый Spanish shame, и потом попал в русский язык. В общем, русский сравнительно недавно, потому что кто-то писал из-за следствия вопроса до 2010 года в русском интернете этот термин вообще не мелькал. То есть он появился сравнительно недавно. Вторая теория, которая, мне кажется, менее убедительной. По преданию известно, что Иуда Искариот, не выдержав тяжести совершённого, повесился на осине. Как было написано, осина то ли на иврите, то ли на латыни, Испа. И якобы осине дерево было стыдно, почему оно должно нести на себе тяжесть смерти такого преступника. Звучит занятно, но кажется мне менее вероятным, чем первая теория. И это интересный вопрос. Мы приходим к теме, что такое стыд вообще, и что за люди подвержены этому чувству испанского стыда. Но ведь чувство дискомфорта, которое испытываешь, когда тебе стыдно за другого, оно часто, если не сопоставимо с чувством стыда собственного, то, по крайней мере, доставляет действительно много дискомфорта. То есть это не так, что можно отмахнуться, уйти и забыть. Часто это вызывает такую неприятную историю. Наверное, мы все помним, опять же, я точно помню фразу, когда учитель отчитывает школьник, говорит, мне стыдно за тебя. Но это манипулятивный, скорее, такой инструмент. И там твоим товарищам, должно быть, стыдно за тебя. Часто учителю не стыдно по-настоящему. Он просто пытается тебя пристыдить. Да, или просто стыдись. Хотя, кто его знает, вдруг учитель был разный чувств испанского стыда тоже. Но, скорее всего, нет. Что такое стыд? Мы стыд часто путаем с виной. Это два разных понятия. Чем они различаются? Сиюминутностью, может быть? Нет. Вина – это я сделал что-то плохое, я совершил некий плохой поступок, чувствовал себя виноватым, мне хочется или скрыться, или раскаяться, или исправить последствия его поступка, чтобы меня простили, чтобы я сам себя простил. Это вина. А стыд – это человек, который ощущает глубокий дефект в самом себе. Я не такой, как надо. Со мной что-то глубоко не так. Грубо говоря, человек виноватый скажет, я натворил глупость, я совершил плохой поступок, а человек, стыдящийся, может сказать, я ничтожество, я ничего не стою, я глубоко неправильный человек. Но ведь всё-таки чувство стыда свойственно и людям уверенным в себе, потому что, совершая то или иное действие, наверное, любой из нас совершает какие-то ошибки, за которые нам бывает стыдно потом. Но это не значит, что в этот момент даже ощущаешь себя полным ничтожеством, просто понимаешь, что ты был неправ, и тебе стыдно именно потому, что ты что-то сделал или не сделал. Ну, это стыдно, когда ты оказался… оказался просто, может быть, просто в смешном, нелепом положении. Да, и ты, может быть, при этом не виноват даже. Такое тоже, может быть, на чувство стыда. Ты просто оказался, и потом тебе становится очень стыдно. Ты совершил какую-то вещь или, наоборот, не сделал чего-то, что должен был бы сделать, и тоже относишься к себе с большими претензиями. То есть ты, когда стыдишься, недоволен собой как личностью в целом. И в этот момент тебе кажется, что достоин всеобщего осуждения, что с тобой никто больше не захочет разговаривать, что если бы люди знали, какой ты на самом деле, они бы отвернулись от тебя. Стыд – очень мощная, очень мощная эмоция. Но ведь не такая разрушающая, как чувство вины. Скорее, проходящая стыд. Это зависит от того, как и вина, и стыд. Наверное, почувствовать себя виноватым в чём-то не так уж и разрушительно. Устыдиться чего-то тоже не так уж и разрушительно. А вот если стыд и вина или вина – твои постоянные спутники, если ты постоянно живёшь с ощущением своей неправильности, с ощущением неверных поступков, особенно если с помощью этих ощущений кто-то может пытаться тобой манипулировать, то это уже будет печальная история. Интересное наблюдение я прочёл, что у восточных народов, азиатских, японцев, китайцев, где сознание более коллективное, более распространённые эмоции – это стыд. А вот у европейских народов, где люди всё-таки больше индивидуализированные, каждый больше по отдельности, более распространённое чувство – это вина. Наверное, я сейчас думаю, что, допустим, японцы, совершавшие харакири, тоже, наверное, чтобы избежать стыда и позора. Не вины за какой-то конкретный проступок, а скорее снять позор, стыд с себя только вот таким образом. Но если говорить всё-таки об испанском стыде, потому что если мы говорим о стыде, который, в общем-то, традиционном, то вот мы испытываем некий спектр чувств, связанных с собой, с тем, что мы сделали или не сделали, что касается этого переноса на другого человека. Там уже другие механизмы включаются, получается. Ведь мы не воспринимаем это через призму себя, то есть стыд за другого человека. Или всё-таки воспринимаем? То есть наше внутреннее состояние тоже на это влияет? Смотрите, это опять, как всегда, зависит от того, что мы за люди. Какая личность испытывает этот неловкость, стыд за чужой поступок? Я думаю, что, знаете, есть эти так называемые комедии положения, где герой попадает в дурацкие ситуации, где ему... Он оказывается в каком-то смешном положении. И мы себе легко можем представить людей, которые над ним искренне хохочут и даже слегка злорадствуют по этому поводу. А можем себе представить людей, которым очень неловко за него, которым стыдно на это смотреть. Или стыдно смотреть и чувство стыда за тех людей, которые над ним хохочут. Ведь такое тоже может быть. И это тоже зависит от того, как человек воспринимает эту реакцию. И это тоже может быть. Ну, вы же знаете, сейчас очень модная история, к сожалению, и она, боюсь, тоже манипулятивна, когда кто-то совершает высказывание на политическую тему. Не знаю, мне стыдно, что я русский. Или мне стыдно, что я еврей, или мне стыдно, что я латыш, или американец, неважно. Это, с одной стороны, вроде бы человеку стыдно за кого-то, и, возможно, действительно стыдно. А с другой стороны, возможно, опять такой манипулятивный высказывание, такой способ заявить о себе, о своей нравственной чистоте и совершенстве, сказать, вот я не с ними. Да, но при этом смешаться с толпой и таким образом размыть все вот эти ориентиры. То есть, мне стыдно, что я русский, а что это, это достаточно абстрактное понятие. Потом можно сказать, есть и хорошие русские, или плохие русские, и так далее, и тому подобное. Всегда есть эти но, и, соответственно, человек просто не несёт никакой ответственности за эти заявления, как мне кажется. Мне всё-таки кажется, что стыд – это глубоко интимное и внутреннее переживание. Когда человек стыдится и с этим чувством пытается что-то сделать, это одно, когда человек о своём стыде начинает заявлять публично, при этом, ну, он же не говорит, допустим, мне стыдно, что я русский, он не говорит, что со мной что-то не так. Он говорит, вот они, мои соотечественники, совершают какие-то ужасные вещи, и мне так за них стыдно, поэтому я стыжусь за себя в том числе. Звонок у нас. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, Ларис. А вот я не знаю, как вам в детстве, а нам, вот моему поколению, очень многим внушали родители, ты должен себя, или должна так вести, чтобы не было же тебя стыдно перед соседями, перед родственниками. А потом часто ещё бывает такое, что когда дети вырастают, они стыдятся своих или необразованных родителей, или бедных, вот он богатый родители, бедные, и вот ему стыдно признаваться, что это его родители. А ещё я обратил внимание, вот у Майдадера тоже написано, стыд и срам. Вот стыд и срам довольно часто идут вместе. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот стыд и срам идут вместе. И, в общем-то, это откуда берёт начало? Изначально, ну, маленькие дети что такое стыд не знают. Они не знают, что сделать что-то не так, за что их можно пристыдить, пристыдить, я не знаю, что в них есть достойное вообще такого ощущения. И, конечно же, первая вещь, что касается стыда, начинается с телесности. Вот и вдруг дети понимают, что стыдно ходить голым, будут дразнить и смеяться, стыдно отправлять публике какие-то естественные надобности, стыдно, кто не знает, ковырять в носу, испускать газы и тому подобные вещи. То есть идёт социализация. То, что касается сексуальности, то же самое. Вот стыд и срам. То, что называется старая терминология, срамные губы и тому подобные вещи. То есть то, что касается половых органов, называлось срамом в своё время. То есть то, что стыдно оголять, то, к чему стыдно привлекать внимание. Поэтому этот стыд и срам – это, да, это такие родственные понятия на самой ранней стадии появления стыда, на стадии телесности. Здесь, мне кажется, ведь есть и другая проблема, когда ханджество становится такой доминирующей историей, и, в общем-то, человеку не позволяют вот эти вот некоторые такие рамки выражать свою сексуальность. Просто я не говорю сейчас о порнографии или каком-то таком радикальном проявлении, но просто вот я вижу в Фейсбуке иногда комментарии, когда кто-то увидел обнажённую грудь на сцене в театре, и это вызывает просто такое негодование, люди потеряли чувство интимного стыда и так далее и тому подобное. Всё-таки это навязываемая такая история? Навязываемая кем? Вот это вопрос. Есть ли некоторые общественные рамки? О пуританском обществе, об обществе викторианской Англии и тому подобных вещах, естественно, есть культуры, в которых телесность вообще строго под запретом. Арабский мир, опять же. Не только. Известная история о том, что когда-то, когда в Японию привезли на выставку скульптуру Родена «Поцелуй», её выставили, но закрыли ширмами. Это было неприлично. То есть люди должны были заходить за ширмой, чтобы посмотреть. Это считалось очень неподобающим зрелищем, которое нельзя наблюдать детям, женщинам и так далее. Поэтому культуры, времена, всё это сменяется. Мне кажется, в наше время, в пространстве европейском, стыд и то, что касается, та его часть, что касается телесности и сексуальности, селось до минимума, скорее всего. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, пишите, высказывайте своё мнение. Мы сегодня обсуждаем то, что называют испанским стыдом, это стыд за другого человека или за другую группу людей. Но вот как раз мы уже с вами начали разбирать этот пример, когда кто-то стыдится человек, попавшего в неловкую ситуацию, а кто-то стыдится тех, кто смеётся на человеком, попавшим в неловкую ситуацию. Вот это всё-таки у нас, у стыда, у каждого человека есть индивидуальные какие-то механизмы восприятия стыда и понимания стыда? Или есть некие универсальные понятия? Я думаю, это всегда опирается на личную и личностную историю человека и на структуру личности, на эмоциональность, на какие-то понятия, связанные с моралью. Но давайте для начала согласимся с тем, что человек, который способен остро ощутить испанский стыд, он вообще очень чувствительный к понятию стыд. Он хорошо знает, что такое стыдиться. Ему эта эмоция знакома. Мне кажется, здесь есть ещё один нюанс. Не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, что человек, который часто испытывает испанский стыд и потом часто это проговаривает, он, в общем-то, ищет в этом некую модель самореализации, потому что за счёт того, кого ты стыдишься, можно как-то возвыситься. – Смотрите, если мы говорим о подлинном стыде, то, наверное, он не о самореализации. Есть, мы говорим, о неком демонстративном утверждении, то же самое упомянутое «мне стыдно за тебя», «мне стыдно, что у меня такой ребёнок», «мне стыдно, что у меня такой ученик», «мне стыдно за весь мой народ». Мне кажется, всё, что озвучено публично, оно уже несколько демонстративно. – Вот я просто помню одну телеведущую, неважно, какой её зовут, и многие коллеги её воспринимали вот через категорию испанского стыда, потому что то, что она делала, было очень плохо. Но, тем не менее, многим им нравилось вот это ощущение того, что она делает это настолько плохо, что глаз не оторвать. Вот это что тогда получается? То есть ты испытываешь чувство стыда, ну, я сейчас абстрактно говорю, но при этом ты смотришь это, потому что это интересно. Что же она сделает ещё такого, что вызывает у тебя такие эмоции? – Возможно, для кого-то испанский стыд тоже способ испытать некие острые ощущения, причём достаточно безопасно. То есть даже если мне стыдно, я не буду опозорен в чьих-то глазах. Я смотрю, испытываю этот стыд, где-то в глубине, даже думаю, хорошо, что это не я. – Да, и хорошо, что я выше этого. Ведь здесь уже срабатывает механизм самоутверждения. – Тоже как у кого-то. – Наверное, я сейчас просто… – Да, и, наверное, иногда на контрасте хорошо себя ощутить хорошим человеком, хорошим профессионалом. Я думаю, что и вы, Вадим, и я, иногда при, скажем так, знакомстве с трудами кого-то из наших коллег, можем испытать некий стыд за то, что делает такой человек. Я всегда стараюсь, если чувство и возникло, спросить себя, ты уверен, что ты везде хорош, и никто не испытывает стыда, глядя на то, что ты делаешь? То есть, наверное, ещё раз хорошо подобные эмоции иметь для внутреннего употребления, а не для осуждения и клемления окружающих за то, что они якобы хуже тебя, возможно, просто не такие, как ты, или иных взглядов, иных подходов. – Ну, то есть, получается, что всё равно это соблазн для любого из нас сказать что-то про другого или почувствовать что-то и почувствовать себя выше этого условного человека. – Вопрос у кого? Какие механизмы защиты личности работают? Потому что это, конечно же, защитный механизм. Конечно же, способ ощутить своё превосходство над кем-то, почувствовать себя лучше, это значит приглушить какие-то свои внутренние сомнения на собственный счёт. – Но мы же можем осознать, что желание почувствовать себя лучше за счёт другого, это наша проблема, а не проблема того человека. – Можем, если захотим, если задумаемся, если эта мысль закрадётся в наше сознание, можем. Защитные механизмы бывают настолько непробиваемы, что пока тебе кто-то со стороны, психотерапевт или друг или кто-то, не задаст вопрос, ты, собственно говоря, почему по этому поводу так много переживаешь, так много с этим сравниваешь, и почему ты себя ощущаешь таким совершенным. До тех пор, возможно, мы даже не задумаемся, что же происходит. – Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим тема «Испанский стыд». У нас сегодня оставайтесь с нами. – Микс Ньюс. – Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим мы сегодня на тему «Испанского стыда». Звоните, высказывайте свои мнения, может быть, рассказывайте свои истории, приходилось ли вам сталкиваться с этим ощущением, с этим чувством, или, может быть, вы становились объектом «Испанского стыда» и знаете об этом со стороны других людей, можете поделиться своими историями. Мы продолжаем нашу дискуссию с Ириэлем. – Мы всё-таки задумаемся о том, кто более всего подвержен чувству «Испанского стыда», чувства стыда за другого человека. Как я уже сказал, во-первых, люди вообще хорошо знающие, что такое стыд, хорошо знающие что такое чувствовать себя ужасно, что такое чувствовать себя неправильным, осуждаемым, презираемым и так далее, и так далее. И, конечно, я думаю, что люди, которые когда-то в своём детстве и позже в до 100 лет этого натерпелись, они продолжают быть очень чувствительными, они продолжают испытывать стыд даже не за себя, если видят какую-то похожую ситуацию, ситуацию, которая отдалённо напоминает, что ты же сам был когда-то таким. Отдалённо напоминает, что ты проходил через что-то похожее, и этот стыд всплывает из памяти, всплывает на поверхность, ты его ощущаешь. Мне кажется, здесь ещё важно обратить внимание на такую вещь. Опять же, я сегодня оппонирую вам, и вот здесь как раз у меня складывается такое впечатление, что иногда человек, который испытывает чувство стыда испанского, он боится того, что может оказаться на месте того, в отношении кого направлен этот испанский стыд. Боится, потому что он такое испытывал, он потому и боится, что это... И поэтому он может это ярче выражать, для того, чтобы, ну вот как эта история, кто громче всего аплодирует на партсобраниях, и так далее, и тому подобное. То есть, вот этот механизм срабатывает. И этот тоже, и этот срабатывает тоже, ну и кроме этого, люди, которых когда-то очень часто стыдили. Родители? Родители, учителя, окружающие, конечно, начинается с самого нежного возраста, естественно, начинается с... Когда тебе вдруг объясняют, что нужно стыдиться. Ты только что был маленьким ребёнком, ты не понимал, что такое стыд. И вдруг выясняют, что тебе говорят, раз ты такой, такой и такой, значит, ты плохой, значит, ты хуже окружаешься. Ты должен быть очень нехорошо от того, что ты такой. И это очень плавный должен быть переход у ребёнка в отношениях с родителями. И вот это употребление стыда и работа со стыдом со стороной родителей, которое тебе должно быть стыдно перед соседями и так далее, о чём говорила Лариса. Очень важно, чтобы всё это... Это такая обычная педагогическая банальность, которую, к сожалению, до сих пор не все понимают, что ты ребёнка за что-то отчитываешь. Это же подчёркнуло. Ты, возможно, плохо поступил. Это был плохой поступок, но ты не плохой. Ты не плохой человек. Ты плохо поступил. Это надо понимать, это надо исправлять, но ты от этого не становишься, не являешься плохим человеком, которого мы стыдимся или не любим. То есть, если мы эту разницу не указываем, то, соответственно, мы травмируем ребёнка. Так я понимаю. Да. Кроме того, люди, которые вообще по жизни гиперответственны. Гиперответственные люди очень часто склонны брать на себя ответственно только за свои поступки, но и за поступки других. И когда в их микросоциуме, вокруг них, не знаю, в семье или на работе кто-то совершает какой-то неверный поступок, плохой поступок, не знаю, аморальный поступок, человек в силу этой гиперответственности немедленно воспринимает как сферу собственной ответственности. То есть, всё на личный уровень переходит. Да. То есть, всё, что входит в сферу моих ощущений, всё, что происходит рядом со мной, это я за это отвечаю. Если кто-то из моих близких или коллег сделал что-то не так, мне за них настолько неловко, что мы готовы немедленно испытать тот же позор. Что ещё? Почему, нужно сказать, стыдно? Стыд – это то, что характерно для людей, вообще испытывающих страх отвержения. Ну, когда-то в древности что такое было для чего? Он совершал какой-то поступок несовместимый с моралью рода, племени, его могли просто изгнать. Оттуда, кстати, происходит, извиняюсь, слово «изгой». И в общество с этим родился слово «изверг», человек извергнутый из общества. Хотя «изверг» у нас ассоциируется уже как с человеком очень злой. Ну, есть же классическое вооружение «изверг рода человеческого». То есть, тут, надо извергнуть человеческого рода, настолько он не соответствует. Так вот, люди, которых когда-то в детстве очень часто стыдили, они ощущали себя плохими и неправильными, конечно, чувство с ними продолжает жить, и они по-прежнему испытывают этот страх отвержения. Они по-прежнему боятся, что я останусь один, такой, как я есть, ничтожный, дефектный человек, никому не будет интересен, и останусь в полном одиночестве. Ведь чувство стыда часто сопровождается фразой «хочу провалиться сквозь землю», то есть, «хочу исчезнуть», «хочу спрятаться», и желание забиться в этот момент, в угол, в темноту, и так далее, отсидеться, переждать, пережить, ведь она свойственна стыду как раз. Казалось бы, это несколько противоречит тому, что человек боится отвержения, в какой-то момент он просто хочет исчезнуть. Ну, провалить, как говорят, «хочу провалиться под землю от стыда», вот это распространенное выражение. Вот это оно и есть. Кроме того, есть люди, которые испытывают тот самый испанский стыд. Звонок у нас? Да, прим, звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаю вас. В коллективах обычно есть лидеры такие, можно сказать, негативные, как правило, группировка, там человека 3-4, вокруг него, возле этого негативного лидера. И этот лидер пытается людей превратить в общество, ну, которые там сидят в коллективе, остальные, кого-то в жертву превратить, и вот особенно это у детей такое есть такие инстинкты, что ли, начинает его, значит, стыдить, что ты толстый, либо ты не так вот одеваешься. То есть, ребенок не виноват, человек, да, который, он не виноват, он нормальный, да, ему говорят, что ты толстый, чтобы ты стеснялся, чтобы ты стыдился. Да, спасибо. Ну да, это один из элементов манипуляции в школах, это очень четко выражено в подростковом возрасте. Что еще? Испанский стыд часто бывает, когда речь идет о человеке из близкого нам окружения, за которому себя в той или иной мере, с тем ответственным. то, что вы упомянули, стыдно за неталантливого, бездарного журналиста, то же самое. Мы из одной корпорации профессиональной. Потому что это нас касается. Да, мы из одного цеха, поэтому очень легко себя к этому приметь. Или это член семьи, или это кто-то еще из тех, кто тебе близок, из ближайших друзей, допустим. Ну и еще, конечно, то, что перекликает с нашей прошлой передачей, конечно же, способности к испанскому стыду часто наделены люди, склонные, у которых очень разное чувство эмпатии. То есть, которые могут сопереживать. Да, эмпатия. Что такое ощущение чувств другого человека? Когда мы понимаем, мы очень к этому восприимчиваем, очень тонко это чувство. Поэтому, если мы видим этого человека, и совершенно точно себе представляем, как он себя чувствует, это отражается на нас тоже. Тоже эмпатия, которая делает нас в чем-то очень уязвимыми. Эмпатия еще такой инструмент очень интересный. Через чужую боль мы многое можем понять. Ну, наверное, работа в психотерапии тоже важна. Эмпатия, которая позволяет тебя ощутить, что же чувствует человек. Я вспоминаю ситуацию, это о Генри, который сидел в тюрьме. Описывались разные его сокамерники. Один из них был взломщиков сейф медвежатником. И как на взломе, было очень интересно. Он себе спиливал ногти буквально до мяса. Надо было подбирать, набирать код, щелчки, буквально мельчайшие вибрации отдавались боли его пальцы, поэтому подбирал правильный код. Я сейчас рассказывал, вы, Димаш, поморщились при этом. Восторж я бы чувствовал эмпатии разума. Анатомическая история, да. Просто, как мы знаем, ногти часто используют в пытках. Не будем рассказывать нашим радиослушателям, чтобы не шокировать, как это происходит. Но, тем не менее, всё-таки испанский стыд и стыд вообще, они несут в себе какую-то позитивную функцию. То есть, они позволяют нам что-то не делать или что-то делать. Или это только такой инструмент, который помогает нам понять, что мы сделали неправильно и всё, на этом функция заканчивается. Или даже не неправильно, просто оказались в той ситуации, когда нам стыдно. Я бы слушал, что испанский стыд сам по себе не так уж страшен. Он, скорее всего, показатель. Скорее всего, звонок. Да, примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. А у меня вот такой вот вопрос. А как же с теми, кто вообще никакого стыда не испытывает? Вот у нас в Давгубе, например, была семейка, что сын снимал там в доме у хозяйки комнату, она получила наследство из Америки, машину, ну, раньше получать нельзя было, деньги взяла, они навели убийц, там такое страшное преступление, потом ее подруга хотела, значит, квартиру в Риге купить, и тоже они привели, и вся семья стала жить, и, значит, сына там, наверное, и мать посадили, а дочка так себе и ходила, не реагируя ни на что. Спасибо. Да, спасибо вам. Я думаю, люди, когда абсолютно лишены стыда, это, конечно, некий моральный и эмоциональный дефект. И таких людей есть и преступники, или просто люди, которые абсолютно не считаются чужими чувствами. Такие люди есть, их не так уж мало, к сожалению. Так вот, испанский стыд, это, скажем, некий симптом, симптом того, что человека чувство стыда очень развито. Кстати, у стыда есть масса определений очень древних. Например, одно из самых древних определений было аж у Платона. Стыд – это страх дурной молвы. У Аристотеля было схожее определение. где-то, кстати, нашёл определение, хочу, позволить, его зачитать, оно короткое, написано одним учёным. Стыд сопровождается острым и болезненным переживанием осознания собственного я и отдельных черт собственного я. Человек кажется маленьким, беспомощным, скованным, эмоционально расстроенным, глупым, никуда не годным и так далее. Стыд это важно, мне кажется, сопровождается временной неспособностью мыслить логично и эффективно, а не редкое ощущение неудачи и поражения. Престыжённый человек не в состоянии выразить словами свои переживания, позже он обязательно идёт нужные слова и будет вновь представлять себе, что он мог искать в тот момент, когда стыд лишил его дара речи. Как правило, переживание стыда сопровождается острым чувством неудачи, провала, полного фиаско. Это чувство вызывает уже самонеспособность мыслить и самовыражаться в свойственном нам стиле. Стыд порождает особого рода отчуждённость. Человек очень одинок, когда сгорает в пламени стыда, не в силу спрятаться от пронзительного взора собственной совести. Он действительно отчуждён от окружающего, хотя бы в том смысле, не в состоянии так же, как прежде, запросто обратиться к другому человеку, перекинуть с ним ничего не значащими фразами. Вот. Вот то, о чём мы говорили, ощущение изгоя. Ты настолько плох, что ты не вправе претендовать на близость с кем-то, не вправе претендовать, чтобы быть частью своей семьи, своей компании, своей профессии, чего угодно. Ну, стыд, как мне кажется, действительно обостряет чувство одиночества. То есть он в этот момент изолирует себя от всего мира. Да. Я думаю, что опять тут приходят к нам на помощь различные способы психологической защиты. Один из них называется генерализация, обобщение. Не я один такой, все такие. Мало ли... Не ты первый, не ты последний. Да. Если бы не я, то сделал бы кто-то другой то же самое. Ну, или известная защита, когда... которую часто высказывают военные преступники. Мы просто выполняли приказ. То есть это нужно на кого-то передать? Да, мне нечего стыдиться. Да, я так поступил не потому, что я плохой человек, а потому, что у меня было свое начальство, а приказы не обсуждаются. Но это попытка все-таки избавиться от стыда или от чего-то больше, вот этот перенос. Ну, я думаю, наверное, когда это звучит, чаще всего это попытка избежать некой юридической ответственности, но чаще это попытка избежать осуждения и чужого, и собственного, оправдаться. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Алло? Да, как вас зовут? Здравствуйте. Сергей, я отвалился на прошлый раз. Так вот, что делать жертве, которая уложена обвиняет в чем-то, чтобы она стыдилась. Вот как ей вести с психопатами, с социопатами, с нарциссами? Да, спасибо вам. Еще в данном случае, если жертва не в состоянии себя защитить сама, жертва, человек должен сказать поддержки у тех, кому он доверяет, у своей семьи, у своих друзей, в конце концов, если это преследование достигает уровня опасного у каких-то органов правопорядка. Когда человек не ищет защиты, не ищет защиты, вот тогда все действительно плохо, потому что, возможно, он поверил в то, что он хуже всех, в то, что он отверженный и не заслуживает ни сочувствия, ни помощи, ни заботы. Но, наверное, это должно дойти до предельного состояния. И все-таки, мне кажется, в нормальном коллективе, даже в классе, ну, хоть кто-то должен находиться, кто пытается защитить и поддержать. И уж точно, я думаю, адекватные педагоги должны видеть, что происходит в такой ситуации и вмешиваться. Здесь еще, мне кажется, есть один аспект. Жертвы изнасилования часто не обращаются именно по причине того, что им стыдно. То есть, они чувствуют себя виноватыми в том, в чем они абсолютно не виноваты. И вот это вот такой парадокс. Да, это, к сожалению, я надеюсь, сейчас это уже реже, потому что вот это достаточно давно говорят и пишут. но я видел людей, которые пережили изнасилование, не обращались, потому что сама мысль, меня будут таскать в полицию, еще куда-то. Я должна всяким мужчинам рассказывать в подробностях, что со мной делали, как это было. И часто, кстати, такое бывало, человек, может, сам бы и пошел, но есть родители, которые испытывают все тот же испанский стыд, что о нас скажут, что о нас подумают, лучше промолчать и так далее. Поэтому, к сожалению, не всегда у людей есть защита, хотя хотелось бы, чтобы была, конечно. Но почему в данной ситуации нередко включается вот эта история, что человек чувствует себя виноват? Ну, во всяком случае, приходится слышать такие рассказы от жертвы изнасилования. Есть хорошее слово. Оскверненный. Кстати, я замечал, что даже, ладно, изнасилование, это действительно ужасная травма, ужасное преступление. А люди, у которых побывали дома воры и что-то украли, я слышал, я себя чувствовал, что мою квартиру осквернили, кто-то чужой копался в моих вещах, я в этом месте не буду чувствовать, как раньше. И это квартира. А если представить что-то о человеке, ну, если мы помним, допустим, древнеримскую историю, где то ли царь Тарквений гордый, то ли его сын изнасиловал девушку и женщину по имени Лукреция, и она рассказала об этом своему мужу, но потом покончила с собой, потому что жить с таким позором больше не могла. Что привело к свержению царей в древнем Риме, если верить легендам. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Петр. Да, слушаю вас. Вот мне такое ощущение, что вы смешиваете два понятия чувство вины и чувство стыда. Я думаю, что это разные понятия. Вы все время это говорите все о разных понятиях в одном и том же и сказанном. Спасибо. Да, спасибо. Петр, если вы слышите нас с самого начала, то я уже в начале передачи озвучил разницу между виной и стыдом. Поэтому я их не путаю, но для вас специально повторю еще раз. Вина – это когда человек стыдится совершенного плохого поступка. Присяг говорит, я плохо поступил, я ужасно поступил. Стыд, когда человек испытывает какую-то более глубокую ядерную эмоцию «я плохой», «я ничтожный», «я ужасный», «я посмешащий» и тому подобное. То есть в одном варианте идет характеристика поступка, а в другом характеристика собственной личности. И в этом есть принципиальная разница. Еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Интересно, ваш собеседник всегда приятный. И в собеседнике человек заметил, что эта оскверненность, да, она воспринимается людьми лично. И, наверное, хорошим терапевтическим методом было бы подобных поступков, как там, например, кража, воровство, снимать этот личный аспект. Потому что я был свидетельством того, как человеку, которого обворовали квартиру, да, которая реально почувствовала, что его место было осквернено, и ему сказали, ну, чувак, это, конечно, утешение слабое, но мы можем утешиться тем, что в их действиях не было ничего личного. И вы знаете, человеку стало легче. Может быть, наверное, вообще по жизни надо поменьше привязываться к материальными вещами, тогда будет легче воспринимать, если что-то случится. А так, это первое, что я хотел сказать. А второе, чувство стыда, это вообще, мне кажется, это перенос вины человека, который действительно сделал что-то нехорошее, на себя. Такое ощущение, что будто бы ты это сделал, и тогда тебе есть за что чувствовать себя виноватым, это, очевидно, и есть стыд. Спасибо, хорошего дня. Да, спасибо вам. Ну, это был последний рассказ об испанском стыде, о переносе чувства стыда, то, о чём мы говорим. Я думаю, что, скажу, банальность, везде важно чувство меры. Иногда ощутить стыд, это хороший повод к себе прислушаться, это хороший повод к себе присмотреться и задуматься, от чего мне стыдно, от чего я ощущаю себя плохим человеком. Ну, уж тем более, это стыдно за кого-то. Это тем более хороший повод прислушаться, почему, не совершив ничего ужасного, я должен испытывать стыд. Вот самоанализ прислушивания к себе очень полезный механизм в любых ситуациях. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, как всегда, поздал. Не знаю, что до этого говорилось, но всё-таки сам, верит, немножко всё накладывается. Стыд, это не обязательно поступок. Стыдно, и вина, это вина в чём-то, против кого-то, если перед другими людьми не вина, против своих совершенных поступок нёс ущерб кому-нибудь, это вина. Я сбил человека, это вина. Я что-то оскорбил, это вина. А чувство стыда бывает, просто, никто не обижен, ничего, оно просто стыдно за своё поведение, может быть, оно нестандартное, оно не всегда бывает связано, оно немножко всё-таки разное, какая ситуация, поэтому здесь всё сложнее немножко. И смешивать всё-таки стыд с этим не обязательно, что он не разный, но не обязательно к людям каким-нибудь. Да, ну вот вы не сначала слушали, просто уже повторяли эти тезисы. Спасибо, тем не менее, за то, что позвонили. Ну вот у нас минута остаётся для того, чтобы подытожить наш эфир. Испанский стыд мы сегодня на протяжении часа обсуждали. Я думаю, что это, наверное, повторюсь. Что испанский стыд, что обычно стыд, это повод о себе задуматься. Потому что, мне кажется, в любом случае, если я ощущаю себя, если я обычно стыд, если я ощущаю себя ужасным, отвратительным человеком, даже если я такой, у человека осознание этого хороший способ понять себя и измениться. Не зря в массе религий есть понятие раскаяния и покаяния. Тоже, в одной передаче о том говорили. Если я осознаю, что я ужасен, считаю себя ужасным, значит, я работаю над собой и меняю это. Если я переживаю за другого человека и стыжусь, как вот я, что делал плохой, это тем более способ к тебе прислушаться, не ощутив себя ужасным, что намного приятнее и легче. Ариэля Резник-Мартов это была программа Диагноз недели. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе Вечерний интерактив. Ариэлю говорим до свидания, до следующего дня. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...